Работа любой команды зависит от грамотного руководства. В Лиге студентов эта задача отведена лидеру движения – президенту. За всю историю организации ее возглавляли шесть человек. Первым президентом Лиги в 1996 году стал Ариф Межведилов, ныне проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета. Затем этот пост занимали Александр Чесноков, Марат Бухарев, Тимур Сулейманов, Элькин Искандеров и Руфат Киямов. В этом году до этапа голосования дошло два кандидата – Никита Лобанов и Шамиль Якопов. Оба кандидата активно занимаются общественной деятельностью. В ходе предвыборной кампании они побывали в разных уголках республики, а также приняли участие в дебатах. Начали готовиться за полтора года до этих самых выборов непосредственно. Мы начали смотреть самые главные вещи – это саму природу существования, наверное, Лиги студентов. Мы начали актуализировать все наши документы с точки зрения устава и всех моментов, как должно происходить в принципе эти выборы, что такое регламент о выборах и каким должны быть кандидаты. И буквально вот мы в прошлом году, в октябре месяце, запустили большую заявочную кампанию. И сейчас, на данный момент, есть у нас четкая цифра, это 10 мая, конгресс студентов, где соберутся практически 900 делегатов. Накануне в рамках 10-го конгресса студентов республики Татарстан состоялись выборы седьмого президента лиги. В результате первого тура вперед вырвался Шамиль Якупов. 448 голосов из 756 возможных. Казалось бы, победа уже у него в кармане. Однако по регламенту кандидату необходимо набрать как минимум две трети голосов. Именно поэтому голосование проводилось еще пять раз. Перед последним туром Никита Лобанов предложил своим избирателям проголосовать за оппонента, фактически уступив ему пост президента Лиги студентов республики Татарстан. Видно за несколько туров, что на самом деле разрыв где-то был небольшим, сейчас он увеличился. И поэтому для того, чтобы сейчас мы все вместе с вами дружно приняли решение, я думаю, что мы с Шамилем уже показали, и вы все как делегаты тоже понимаете, я предлагаю той части аудитории, которая голосовала за меня, как за кандидата в президенты, проголосовать за Шамиля, для того, чтобы... Для того, чтобы мы закончили этот день на позитивной ноте и выбрали нового руководителя организации. На самом деле для меня самое важное, чтобы у Лиги студентов все было хорошо. Я думаю, что по итогам этого голосования и так все более-менее понятно, поэтому давайте проведем последний тур. В финальном туре Шамиль Якупов одержал победу. Руфат Киямов передал свой пост новому президенту. Экс-лидер Лиги студентов подчеркнул, что бывших президентов не бывает. Покинув пост, он стал почетным членом Лиги студентов. Новый лидер поблагодарил избирателей. Что мы можем сказать, что мы точно выполним все проекты на 100% и так далее, но я могу сказать точно, что мы приложим все силы, все энергию, которые у нас будут, чтобы за два года сделать как можно лучше наше студенчество. Друзья, большое вам спасибо. На данный момент в структуре Лиги студентов функционирует около 15 направлений, в которых участники движения могут себя реализовать. Помимо этого, организация помогает студентам решать различные социально-экономические вопросы. Каждый президент привнес в работу Лиги что-то свое. Как новый президент повлияет на нее, узнаем с течением времени. Маргарита Михайлова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова